SCP-036. Поломничество перевоплощения езитов. Класс объекта безопасный. Особые условия содержания. Один раз в год из штаба содержания 02, находящегося в удалено, в зону 22А высылается мобильная группа, чтобы защитить взлетно-посадочную полосу и аэропорт, расположенный в указанной зоне. Гражданский комплекс должен быть очищен от всех сотрудников, не относящихся к фонду к 4 часам 23 сентября. Никому не позволено возвращаться до восхода солнца следующего дня. 1 октября все гражданские снова должны быть эвакуированы до восхода солнца и не допускаться до зоны 22А до возвращения полета паломничества. Паломники, вышедшие из полета при вытии и ожидающие полет паломничества, могут быть подвергнуты перекрестному допросу сотрудниками с уровнем допуска 3 и выше. На фотографии полет паломничества ожидает взлета. Описание SCP-036 включает в себя область, зону 22А, маленький аэропорт в области Масула на севере Ирака и зону 22Б, цель назначения пассажиров, останавливающихся в зоне 22А. Ключевые компоненты SCP-036. Полет прибытия. Пассажирский самолет, модель и тип меняются из года в год, который прибывает незадолго до рассвета 23 сентября. Он появляется на радарах за 30-40 километров от зоны 22А. После посадки из него выходят паломники и направляются в терминал. Экипаж ни разу не покидал самолет. Наблюдение выявили только наличие двух пилотов в масках. Самолет взлетает сразу после выхода паломников, при этом не идентифицируя себя ни в момент взлета, ни при посадке. Паломники, представители езидизма, выходящие из полета прибытия и проходящие Кирос Гухирин, каждый год их идентифицируют как различных людей-езидов, умерших в течение предыдущего года. Идентификация осуществляется по свидетельствам о рождении фотографиям в удостоверениях личности специально подобранным вопросом и когда это возможно отпечатком пальцев. Большинство паломников ведет себя мирно и дружелюбно, однако отказываются сообщать подробности о Кирос Гухорин. Все опрошенные паломники были не в состоянии узнать свою семью, друзей или вспомнить хоть какую-то информацию, кроме той, которую позволяет запомнить коротковременная память. Поздним днем, 23 сентября, большинство паломников начинает говорить о том, как важно начало их паломничества. В это время они поднимаются на борт полета паломничества и отбывают, чтобы никогда не вернуться. Полет паломничества. Пассажирский самолет, предоставляемый фондом для транспортировки паломников и укомплектованный специально оборудованной командой езидов святых. Команда, как правило, не в состоянии уточнить детали паломничества или выяснить, что представляет собой Кирос Гухорин. Оборудование фонда на борту работает без сбоев, однако записанные данные дают очень мало новой информации о паломничестве. Хотя полет занимает 7 дней, команда и оборудование считают, что прошло несколько часов. Дни теряются, в то время как камеры и средства записи не фиксируют ничего необычного. Самолет исчезает с радара и становится недоступен для зрительного контакта примерно через 50-60 километров. От зоны 22А. Вплоть до восхода солнца 1 октября. Зона 22В. Место назначения полета паломничества. Это маленький аэропорт, состоящий из взлетно-посадочной полосы единственного здания и расположенный по координатам удалено. Его видела только команда полета паломничества, а также камеры, установленные на самолете. Он не появляется на спутниковых изображениях. Все попытки достигнуть его по земле провалились. Один раз с разрушительными последствиями. Съемка с помощью камер затруднена, так как жар, источающий от земли, обычно вызывает визуальные эффекты, подобные миражам. У всех. Съемка с помощью камер, у всех относящихся, у всех отходящих от самолета более чем на десяток метров. Самолет-разведчик фонда, отправленный в данную область за несколько недель до паломничества, показал неосвоенную территорию и что-то похожее на древнюю каменную статую. В 1990-х годах мобильная группа фонда Сигма-4 попыталась добраться до зоны 22Б. Во время паломничества, после достижения цели, связь с командой была потеряна. Мобильную группу больше не видели. Во время семи дней паломничества не рекомендуется предпринимать еще какие-либо попытки исследования области. На фотографии святые езидов перед паломничеством. Первоначально курдоговорящие езиды в области Масула тайно проводили паломничество сами. Вооруженные стражи в масках доставляли паломников с востока к езидским святым. Им объясняли, что святые проводят паломничество на запад, в их землю мертвых, где те будут ждать перерождения обратно в людей езидов. Кирос Гухарин в переводе с курдского буквально означает «смену одежд». Это выражение используется для описания веры в перерождение, которому подвергаются души езидов. В то время как настоящее паломничество проходит в тайне, символический ритуал и Кирос Гухарин проводится каждый год в это же время другими езидами. В 1960-х годах землю, которой владели курды и мусульмане, атаковали турки, после чего законы, введенные исламским правительством Ирака, ограничили передвижение езидов. В это время в события вмешался фонд и предложил свою помощь в качестве переволочного пункта, так как у фонда имелся неограниченный доступ ко всем аэропортам области. Почти одновременно с этим загадочные самолеты, перевозящие паломников с востока, начали приземляться в местном аэропорту, а в точке назначения появился призрачный аэропорт.